Мур, привет друзья, с вами Зирько и это будет бомбический гайд на Вейла, потому что выпустили совершенно не то, что было полгода назад. Вы можете посмотреть геймплей у меня на канале. Для быстрого перехода к видео будет прикреплена подсказка справа сверху. Я всегда любил играть на магах в Mobile Legends, поскольку у них самая гибкая тактика боя, что я, как и другие люди, ожидали от Вейла, но тут нам и подложили свинью. Расскажу постепенно. Навыки. Пассивка. Во-первых, мы развиваем свои способности, выбирая усиление самостоятельно. Контроль или силу. Что должно добавить гибкости к геймплею? Вторая часть пассивки. Убивая или помогая, мы получаем постоянный бонус к скорости. Набрав полный лимит в 12 стаков, получим бонус в 60 к скорости бега. Это не эскейп, но быстро бегать приятно. Первый навык. Две полосы воздуха через секунду парносятся по горизонтали и наносят урон. Можно увеличить урон или расширить область действия. Я выбираю область действия, поскольку навыкам трудно попасть. Бонус к урону небольшой, но это наиболее сильный спам навык и нам не надо приближаться к противнику, потому что действует довольно далеко. Второй навык. Вихрь ветра, который наносит урон и замедляет противника. Летит по прямой, но тоже не мгновенно, нужно кидать немного с упреждением. Можем выбрать подкидывание, которое действует чуть меньше секунды, или остановку вихря. Выбираем остановку. Так остановившийся вихрь будет замедлять и наносить урон с самой цели и другим в своей области. Урона не так много, как было на тестовом и это первая подлянка. Конечно, было имбой, когда он срабатывал и на крипах, но это убрали и урон ослабили. Ульта. Вейл заряжает воздух, который замедляет противника, после чего детонирует спустя примерно 2 секунды, а это огромное время. Два варианта развития. В урон. У навыка повышается урон и он ослабляет маг резист противника на 35 единиц, на третьем уровне. Из контроля остается все то же замедление. Развитие в контроль. Вейл стягивает противника. Точнее раньше, полугода назад он действительно стягивал с силой примерно как у тигрила. Сейчас притягивание существенно сократили, а урон такая ульта наносит слишком мало. Ранее можно было спастись только вовремя, выпрыгнув из ульты. Теперь же некоторые просто выбегают пешком, если попали на край ульты. В игре через контроль пользы нет. Вот вы подкинули противника на 0,8 секунды. Он вам лицо развалил. Вот вы стягиваете его в ульту. Если убийца, он выпрыгнет, а если стрелок, спокойно продолжает стрелять. Для большей результативности предлагаю брать в урон. Так есть шанс фаншота зазевавшегося противника. Итак, мы имеем три заклинания, которыми надо прицеливаться, у которых не впечатляющий урон, нет толкового контроля и нет эскейпа. Если на низком ранге игроки не успевают реагировать на прокаст и получают по шапкам с завидной регулярностью, то на высоких рангах на хлебный мякиш противника не разведешь. Как помните, видео по топам решает скорость и контроль в нашей игре. Но попробуем из этого вылепить хоть что-то. Выбираем навыки в таком порядке. Усиленная ульта, усиленный вихрь, а первый навык увеличенная область. Из дополнительных навыков традиционно вспышку или спринт. Скорость на стаканного вейла под спринтом выше, чем у зелонга под ультой. Можно пробежать 80% карты. Выбираем эмблемы мага со вторым перком. Благодаря остановке вихря и тому, что наш первый навык наносит урон дважды, срабатывать он будет часто. Сборка. Обувь демона, куда мы без маны. Жезл молний, это и перезарядка, и урон. Мимолетное время, с помощью этого предмета, мы ускорим нашу неадекватно долгое кд. Хотя бы за счет помощи союзникам. Священный кристалл. Теперь связка ульт плюс какое-либо заклинание становится весьма опасным, если попадете конечно. Кровавые крылья и божественный меч позволят наносить максимальный урон. Тактика. Поскольку вейл не самостоятельная единица и радостно мрет, нам нужен напарник. Подойдут герои с продолжительным контролем. Минситар, изда на Джонсоне, Селена и как бы мне не претил Франко. Вы подумали о Минотавре, но у него ульта работает примерно столько же, сколько наш. Поэтому, если вы не активировали ульты одновременно, то противник успевает отскакивать. В лес соло соваться не советую до прокачки остановки вихря на втором навыке. Вы будете ооочень долго забирать баф. В моем билде ваша основная задача без ума, без памяти поливать противника заглинаниями, чтобы внести хоть какой-то импакт. Замедляйте при отступлении. Наш второй навык летит немного дальше, чем отображается стрелка. Пользуйтесь этим. А спрятавшегося в кустах врага выдают остановки вихря на нем. Про применение ульты. Если противник нерасторопный, кидайте центром на него. Замедления обычно хватает, чтобы он не успел выбежать. В массовом бою кидайте ульту и через секунду остальные прокасты, поскольку враг будет ослаблен на магический резист и получит больше урона. На этом все. Надеюсь гайд поможет получить хоть какое-то удовольствие от Вейла, которого столько ждали. А на низких рангах так вы точно все будете разваливать. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь видео и конечно ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok